Тёмные очки скрывают немой вопрос в глазах этой женщины. Ну где ты? Где? Приходится выходить аж на середину проезжей части, чтобы всмотреться в уходящие в бесконечность рельсы, на конце которых замер вожделенный трамвай. Это будни тех, кто привык пользоваться электротранспортом. Вагоны стоят, пассажиры ждут. Ничего не меняется. Хотя серьёзные перемены иногда не так заметны, как ржавчина на потрёпанном подвижном составе. Городская дума принимает судьбоносное решение. В электротранспорте на три месяца пробно вводится единая карта оплаты. Саратов станет 68-м городом, где реализуется данная система. Депутаты должны согласовать изменение тарифного меню по ней. Я не буду прочитать все удобства, которые для пассажиров, которые дают транспортную карту, потому что вопрос достаточно хорошо известен. И идут к его экономической составляющей. Мы ожидаем, что прирост пассажиров потока от ведения транспортной карты составит 2 миллиона 260 тысяч пассажиров в год. Прирост выручки даст предприятию более 19 миллионов. Пассажирам предлагается на выбор карта с возможностью пересадки на две поездки в течение 90 минут за 32 рубля. При том, что сейчас проезд в одну сторону стоит 23. 5 поездок на 5 дней за 100 рублей, 10 поездок на 7 дней за 190 и так далее. На 30 дней на счету карты должно быть 1350. При этом на предприятии из ГЭТ ожидают резкое увеличение пассажиропотока. В пояснительной записке написано, что вы показатели, о которых вы сейчас говорили, что увеличение перевозок на 2 миллиона 206 тысяч пассажиров или 13,8% попало в течение календарного года. Вот в течение этих трех месяцев, так же, на какие цифры были реализироваться? Считали расчетную себестоимость пассажироперевозок по предприятию за 2020 год. И, исходя из затратной части, планировали, какой рост пассажиропотока, какое увеличение выручки должна дать транспортная карта, чтобы вся эта тема привела к плюсу, а не к росту дополнительных расходов предприятий. Поэтому 2 миллиона 260 тысяч пассажиров плюсом за год – это то задание руководства предприятия, которое оно должно выполнить, чтобы обеспечить рост объема пассажироперевозок. Интересно, что судьбоносное решение для предприятия принимается в отсутствие ключевых персон. На заседании отсутствует мэр Михаил Исаев и директор СГЭД Владимир Прохоров. Саму карту удается тайком посмотреть у стороны участника проекта «Поехали». Нет ответов на вереницу вопросов, что, по мнению собравшихся, передает отношение к тем, для кого все это делается. У меня создается впечатление такое, что сведение, ну, вот эта мера, она представлена в информационном поле сегодня, как непопулярная, как приводящая к дальнейшему повышению стоимости проезда. Вот, если это на самом деле не так, то службам городским, которые в последнее время работают со средствами массовой информации, значит, и мы это видим, мы выделяем средства на это дополнительные. Но хотел бы обратиться не к экономическому блоку, а к блоку, который за это отвечает, за эту тему, чтобы они за время этого эксперимента, ну, взвернулись, что называется, в золотые перья, в другую сторону, вот, и разъясняли гражданам нашим о том, что это выгодно им. Для кого мы сегодня принимаем это решение? Для пенсионеров, для которых ничего не меняется, по сути здесь было это сказано, да? Мы принимаем это решение для мобильной категории граждан, для тех, кто не пользуется собственным транспортом, автомобилем. Это, как правило, молодежь. Но ничего не было сказано о разбитии современных технологий в этой части, в части приложения, да, мобильного, в части оплаты, там, с помощью смартфонов, там, всего остального. Развитие сети внутри самих транспортных средств с целью привлечения этих же людей, ну, опять же. Поэтому пласты огромные. Транспортная карта в Саратове – это пока пилотный проект, который должен начаться с 1 октября, то есть до старта чуть меньше недели. Увидеть ее или даже потрогать пока нереально. Тем не менее, в пунктах продажи проездных билетов уже не досчитались одной позиции. Речь идет о так называемом гражданском проездном на трамвае Троллеевус. Его цена – 840 рублей. Саму транспортную карту здесь их глаза не видели, а гражданский проездной исчез. Часто ли берут вот сейчас проездной такой, не социальный, не льготный? Ну, я поняла. Гражданский сейчас отменили. Сколько он стоил? Ну, на трамвай или троллейбус 700 рублей. Трамвай-троллейбус 840. Часто брали его? Не помните? Все по-разному. Приходили оптовики брали, организации. Ну, брали. То есть транспортная карта на один месяц за 1350 рублей уже фактически вытеснила более дешевый проездной. Хорошо, конечно, что это еще эксперимент, это не окончательное решение, потому что, подчеркиваю, помимо удобства, которое здесь в любом случае будет для многих категорий, здесь не должно быть ухудшения, а ухудшение довольно-таки большое – 840 рублей и 1350 рублей – это ощутимо ухудшение для определенных категорий. Особенно удобна новая пересадочная карта с возможностью совершить две поездки в течение 90 минут тем, кто доезжает до Московской на трамвае, а потом садится в троллейбус. Это знакомый многим студенческий маршрут, но конкуренты рушат эту перспективу на корню. Как говорит лидер альтернативного профсоюза с ГЭТ, цена поездки по такой карте за два перемещения – 32 рубля, хотя сейчас стоимость одной – 23. Даже возьмем вот эту 32 рубля пересадочную карту 90 минут, да. Ну, если человек, да, если бы у нас ездил бы один город электротранс, да, допустим, я сел на пятерку, а тут пересел на 15-й мне надо, в заводской, да, я доеду, тогда выгодно было 32 рубля, а сейчас я с Ленинского района могу доехать прямо, сесть на флобу за 23 рубля. И так же на 53-й я села и доехала, ну, я считаю, что мы потеряем это пассажиропоток. В дальнейшем единая карта может присоединить к себе и остальные виды общественного транспорта. Те, кто связан с автобусами, видят в ней средства борьбы с нечистыми наруководителями. Нужно детали и нужно посмотреть, как все-таки этот механизм будет работать в деле. Но я могу с уверенностью четко сказать, что формы безналичной оплаты проезда только приветствуются. Вот мы уже почти год работаем по безналичной оплате за проезд. Для меня, для руководителя предприятия, есть эффект, есть результат, прозрачная схема поступления денежных средств. Еще желание, чтобы перейти на электронные форматы проездных билетов для льготников. И поэтому в любом случае все формы, которые позволят упростить оплату за проезд, более прозрачными сделать, исключить человеческий фактор в виде кондуктора или водителя, я как руководитель предприятия только приветствую. Стоит отметить, что все собеседники видят еще одно следствие этой новинки – возможное повышение цен на проезд в будущем. Гарантом недопущения непопулярных изменений выступает исполняющий обязанности профильного министра. У нас в Саратове, в Саратовской агломерации, в Энгельсе, очень высокая конкуренция на общественном транспорте. Большое количество маршрутов, большое количество подвижного состава, большое количество такси. И в текущих условиях мы не видим это основанием для повышения проезда. Основанием для повышения проезда могут быть рост затрат перевозчиков, например, на топливо, электроэнергию. Это объективная причина. Сейчас стоимость проезда сбалансирована платежеспособным спросом населения и экономическими возможностями перевозчиков. В конце декабря по результатам работы проекта будут вноситься необходимые корректировки. А пока же трамваи все никак не тронутся в будущее. Очередная авария на линии. И по традиции постоянные клиенты выбирают для себя запасной маршрут. В народе 11-й, то есть пешком. Редактор субтитров А.Семкин